привет мои дорогие уже у нас сегодня какое 16 короче через три дня я уже улетаю в москву ну да сегодня пятница суббота воскресенье в понедельник я улетаю в понедельник вечером в общем сегодня решила собрать свой чемодан но во всяком случае самую большую часть вещей хочу сегодня собрать чтобы уже в пылу в жару в пылу и в жаре в жару пылу и в жару ничего не забыть вот так вот я хочу выглядеть на встречу с подписчиками колготу ли вот такие туфельки бельгийский бренд на там они очень удобные может вам покажется что они такие бабусечные они безумно удобно и очень классные вот такие у меня еще тотцы есть но я их буду носить если возьму с собой то буду носить их с джинсами расклешенными и сплощом тоже будет элегантно это такие знаете видите каблук толстый устойчив а если мне будет холодно если я вдруг замерзну то я всегда я возьму с собой черный брючный костюм твал stories который мне сейчас безумно большой но от этого он еще лучше выглядит если мне будет холодно то я могу всегда вот так вот возьму сумку селин черную маленькую и возьму большую сумку луэва коричневую потому что я хочу носить там бежевый плащ но с бежевым лучше все-таки носить коричневую сумку или такой топовый цвет в общем сегодня у нас такое видео примерка и сборы чемодана сейчас я вам покажу я постирала руками две свои водолазки есть водолазка дживанши и в глаз как массе модульти я их постирала ручками повесила на полотенечко сушить я такая хозяюшка хозяюшка пойдемте вам покажу тоже вы не поверите мне в общем как вам наряд мне кажется очень элегантно ноги похудели кажется что они меня уже колесом силы колготки это не гучи но такие оля гучи это какой-то киси не знаю что за бренду какие-то тоже такие не дешманский хороший я в предвкушении мне такой жор я все время вот так я собираюсь походить по городу на ящу джинсовую черную куртку беру вы увидите это все когда я буду разбирать или собирать свой чемодан никуся сказала что красиво ей нравится такой наряд я думаю что я эти туфли брать не буду я возьму все таки кеды и буду в кедах ходить я за удобство за комфорт просто черные каблуки я беру потому что я буду в платье ну как-то ради своих подписчиц я одену каблуки а так просто смотрите как красиво когда джинсы на низкой талии и расклешенные к низу и у вас как бы получается получается вот такой каблук сразу ноги длиннее кажутся и вы худее кажетесь и все 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 примеряем из эту куличку макс мое дело классно этот печак ой плащ плащ коломбо помните сериал коломбо не кости смотрел сериал коломбо мы снесли к сестрой смотрели когда были маленькие все ладно не еще один лук в котором я собираюсь ходить москве просто сейчас здесь вот такая вот такой вот топик мой а я буду носить черную водолазку которую после которая постиранная вот можно я возьму черные кроссовки и и белые кроссовки у меня будут и вот черная водолазка я думаю что я тоже не замерзну и мои любимые джинсы левис они офигенские они на высокой талии короче левайсики они на высокой талии но они скинни я знаю да что еще скинни это анти тренд сейчас скажете аня скинни скинни но ведь видите если каблук да в принципе даже мои не самые длинные ноги смотрится симпатично вот даже очень комплиментарно на мой вкус конечно если снять из туфли то уже конечно не так не так все красиво да на каблучке конечно у нас совсем другая более женственная более комплиментарная фигура но эти туфли настолько удобные настолько они как тапочки но это супер дизайнер на там бельгийский королевская семья его носит и любит у меня сапоги и туфли ну несколько пор обуви вот видите они вообще из моды не выходят абсолютно так что можно вот так куда-то пойти на какую-то встречу у меня в москве будут разные у меня будут разные встречи разные мероприятия а вот и где надо быть и нарядные вот так джинсах уместно прийти вот я беру свою маленькую сумочку селин черную и большую лоева я вам уже говорила вот можно еще взять николькину тут она сюда пошла бы до с цепями от задик и вольтер вот но вряд ли она будет рада никольки на сумочке мне вот таких маленьких уже целая коллекция тут 6 вроде смотрите как прикольно смотрится белая если у вас все черное мой модненько да по моему заровские сумочки если я не ошибаюсь вот ну вот бежевая тоже кстати очень нейтрально смотрится эти маленькие сумочки не люблю потому что не нравится вот ну что потихонечку сами собираемся да я редко собираюсь заранее обычно всегда в последний день все быстро быстро набросала что-то забыла что-то что-то не за что-то лишнее набрала но вот так в этот раз что-то как-то я прям заранее за три дня собираюсь но зато у меня в понедельник я пойду схожу на укладку и спокойно буду двигаться в аэропорт николь меня хочет отвезти в аэропорт ну как бы я вечером вылетаю поэтому мне надо будет днем выехать из дома я на рано поезде по это чтобы николь не мучить в пробках кстати что вы думаете вот про эти очки клоя не знаю даже это клоя вот такие вот помните я как-то их увидела в аэропорту в брюссельском и не смогла их не купить себе что-то не стоили 300 чем-то евро и толком не носил это такая вот импульсивно-компульсивная покупка которая вот просто буду хочу 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 покупаю потом лежит годами ничего не надо а вот последнее время стараюсь делать обдуманные покупки и покупать не покупать особенно такие дорогие вещи там если что-то больше 100 200 евро стоит не покупаю вот так вот хочу 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 хотя вот эти туфли были безумно дорогие я их почти не носила видите они сейчас очень сильно пригодились я хотела пойти купить уже что-то из обуви а сейчас я нашла вот эти туфельки у меня есть кеды у меня есть кроссовки все мне больше принципе не надо на выход эти туфли если надо быть красивой сексе а если надо просто кеды вперед плащ куртка кроссовки джинсы это кстати тоже мне нравится такой стиль когда вот ну не наряжена вроде видите наряд ненаряженный да не перегружен доброе утро мои дорогие кто помнит вот это красивое мое колечко это любимое мое кольцо которое я так давно не носила это розовый кварц и бриллиант я его очень люблю она очень симпатичная вот и я надеюсь что она мне принесет удачу я хочу чтобы не уложили волосы потому что я мне сегодня этим нечем никогда мне этим заниматься после обеда николь меня везет в аэропорт у меня вечером вылет в полночь я буду в стамбуле и уже блин снимаю на киноэффект мне кажется как-то он делает какую-то кожу слишком такую контрастную короче план такой но вы увидите все во влоге мои перемещения сейчас я 10 поеду в салон на укладку хочу чтоб не сделали красивую укладочку объем чтобы я прилетела в москву красивая и не парилась по поводу укладки так маникюр педикюр я сделаю уже в москве качественный классный прям среду пойдете со мной мой любимый салон на пушкинской прям рядышком с моим отелем так что еще чемодан собран не знаю взяла всего одно платье еду в тренче и у меня еще джинсовая куртка такая большая объемная собой в общем что-то я вам показывала что-то нет какие-то свои примерки вы видели ну что поехали в салон делать укладку волосы прям вообще кошмар но они же отрастут когда-нибудь и будет шевелюра девчонки аромат дня сегодня лавшот а так снила лавшот прям полюбила этот аромат так девчонки помните я покупала вот такую курточку замечательную беленькую в калининграде так долго думала покупать не покупать покупать не покупает но белая но такая вот она стильная такая классная и ни разу не одела не надела так что тут у меня такое видите даже еще этикетку не сняла я таки думала 46 или 48 братьела все-таки 46 это пространство стиля biart в калининграде там продаются офигенные вещи наших так отрезаем что ж такое ничего не отрезается обрезан вот классные вещи прикольные вот на росту 70 без пары сантиметров это мой рост сейчас я покажу как я я в джинсах и джинсами как это смотрится вот такая курточка первый раз вещество надену еду в махерскому на укладочку чем хороша это вот это вот такой такой кожзам то что она как бы хорошо чистится и ну даже если испачкали что-то просто 1 1 1 и все и все чистенькая новенькая красивенькая ну что может быть не очень футболка подходит но я застегнусь у нас в принципе так немножко даже ветрено джинсиками мне кажется вполне симпатично эти джинсы тоже стали большими мне уже ну смысле прям так знаете свободненько кто знал одену сейчас белые кроссовки я дам укладку чтобы уже знаете не думать об этих волосах потому что они меня бесят вот это меня все вот это бесит ну надо терпеть чтобы все сросло либо состричь вот такой коры либо терпеть пока нос растет поэтому не раздражайте что я все время поправляю волосы это потому что мне очень не нравится а вообще по как это называется физио физиогномист или как это называется когда по вашим вот по вашим всем этим повадкам определяют дают вам характеристику значит когда вы управляете все время волосы вот таким образом дать и по себя украшаете вы в себе не уверены и себя хотите показать в лучшем ну что мои дорогие сейчас не только заправляет машинку где никуська там где-то никуська заправляет машинку а я уже сижу на пассажирском сидении мы заехали к мамочке поставили букет от солнухов сейчас покажу вам stories что я забыла про влог и мы едем в аэропорт так жарко у нас я в худи джинсовой куртке и мне жарко у нас плюс 18 в москве плюс 12 мне все говорят что я буду вставляете какая солнечная погода невероятно 19 градусов тепла с собой есть тренч у меня с собой есть еще такая кожаная курточка не говорят и для мерзнешь тебе будет очень холодно в москве а я думаю что мне будет жарко в москве до девочки я думаю что мне будет очень жарко вы не собираюсь колобродить по москве по сырой и мокрой но я планирую вам вот это вот солнышко вам привести у меня прям план так у меня десятый гейт мне надо сдать чемодан тяжеленный ну 30 килограмм у меня я не знаю чего такой тяжелый но тяжеленький поехали без меня у меня отличное настроение потому что я уже в аэропорту никуська меня отвезла я чтобы не нервничать и не нервировать николь вела трансляцию 10 10 турецкие авиалиния я уже выбрала себе место меню все будет хорошо меня план весит немножко там такая небольшая пересадка в стамбуле что вот такой у меня большой чемодан не скажу что он битком но он тяжелый не знаю почему я взялась в этот раз свою луэва сумку вот эту и еще селин маленькая меня багажа черная ну что мои дорогие я уже жду посадки через какое-то время она начнется через полчаса по моему вот погуляла по дути фри надушилась таким вкусным ароматом от эрмес эрмиссанс из линейки эрмиссанс это их низшего линейка которая либо в дути фри продается либо в бутиках армес где продаются там сумки одежды и вы их не купите эти духи никогда в какой-то сети обычный профимерный да короче мне понравилось что-то там называется мира 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 что-то там тра-ля-ля вкусненький такой необычный что-то сладковатое такое но не такой элегантный вроде как и свежие есть что-то и несвежие так купила сластенью купила сластенья всякие сладости шоколадных трюфелей и какой-то микс дути фри а то говорит самый вкусный шоколад это линд какой-то самый вкусный шоколад от линд когда есть бельгийский шоколад есть еще швейцарский шоколад ну вот напишите в швейцарях что вы кто пробовал швейцарский и бельгийский хороший не супермаркет а такой трюфеля особенно я очень люблю шоколадные трюфеля это просто вообще блаженство какое-то покажу немножко самолетиков как вы думаете так вот здесь оставлять это все нормально телефончик это сюда на всякий случай сумочку и покажу вам погодку моя тут самолетов не видно но очень классные здесь вот эти вот лежачки можно просто даже лежать и даже можно спать в принципе так то ну вот что-то нашего самолета даже и нет такой вот аэропорт достаточно большой для такой маленькой страны которая по численности меньше чем москва поэтому конечно москве три таких аэропорта или четыре а у нас последующий мой вылет в конце октября я точно купила билеты 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 у меня уже на руках они у точно есть чтобы не случилось как с италией но не знаю получится поездка не получится сгорят билеты сгорят ничего страшного тоже отсюда но маршрут другой не в турцию не в турцию через другую страну такой у меня план конскими билетами какая-то мистика получилось вы представляете вы просто не magic а мистик как может было было уверенно писала всем лечу-лечу и сестре говорю расскажи мне что там посмотреть значит марине из пизы говорю марина жди меня вас твой пойдем в ресторан пить шампанское смотрите двух блогер подвела лена хэппи перед лены хэппи еще раз леночка извиняюсь перед тобой публично написала в комментариях и сейчас говорю я лену подвела поменялись планы поменялись даты поменялись планы сначала немножко на другие даты были билеты потом немножко все сдвинулось на опять не сдвинулась поездка в общем короче я лечу сегодня вместо не важно не важно сдвинулись дата и все и все я сегодня улетаю она сегодня прилетает представляете вот как вот так вот ну слушайте иногда надо сказать да я виновата моя ошибка лент прости прости то что там многие пишут что я там отмазываюсь еще что то нет я сама предложила лени приехать в брюки чтобы мы с ней покатались на корабликах сходили в ресторан сходили куда-нибудь на шопинг чтобы я еды наряд подобрала я сама это придумывала то есть лена не дни ко мне не прилипала и я от нее не отмазывалась просто вот так сдвинулась поездка вот я думаю что обратные мои даты тоже наверное сдвинутся в общем ладно девочки лену не обижайте лена я смотрю расстроенная ругалась подписчиками подпишитесь на лену смотрите за ее интересной жизни все что могу для лены сделаю хотела помочь ей предложить забрать витамины для ее брата она отказалась потому что за хотя просила меня передать витаминки для его брата и булингу давай их куплю в бельгии ему ему отдам нет 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 она сегодня прилетает брюссель но видеть она меня не хочет я здесь в аэропорту мы могли с ней встретиться возможно не знаю во сколько они там прилет я бы хотя бы витамина ее забрала передала бы ее брату в москве в общем очень ситуация некрасивая получилось неприятная леночка прости пожалуйста еще раз но так на что девчонки посмотрите самолет битком я одна сейчас я вот так вот ножки тут вы вытянула и буду смотреть интерстеллар ну что все вот прекрасный закат пока сижу на своем месте не могу туда пересесть очень хочется вот так я уже пересела к окошку любуюсь этим закатом это же невероятно красиво вот там он такой нежно-розовый и уходит в такой какой-то ярко-оранжевый ну так ну что у нас у меня дешечка выглядит не очень аппетитно водичка десерт шоколадный мусс смотрю интерстеллар каждый раз плачу так а я уже смотрю второй фильм называется black mess черная месса с джонни деппом очень классно про 70-е годы мафиоза люблю такие фильмы обязательно его досмотрим он заглядели в стамбул еще 15 минут у нас посадка но фильм потрясающий вот это джонни депп представляете красавчик хорошая каст в общем люблю такие фильмы это впечатляет какой огромный город вот